кто здесь такой сейчас амиранчик я котиков сниму на видео мы с тобой пойдем кушать здесь просто такая вот идиллия да скажи я здесь сплю и здесь монечка спит такой хорошенько да ты холостка такая холостка а симку вы куда-то дели выезжали монету же идеально чистый носик у меня красивый чистый джокер красивый чистый да красавчики да раньше сима была самая красивая сейчас все будет хорошо она выздоровит вообще забежала не хочет приходить хочет подходить ничего не хочет часами ранчик сейчас так мы видим ветклинику сима немного нервничать но ничего страшного я договорилась доктор ее посмотрит что там происходит она только что когда мы были дома пыталась выломать вот эту вот клетку сейчас хоть успокоилась зима все хорошо бедная кошка в грязи сегодня вывалялась там нет к рана на шее сейчас будем когда показывать я всем мама тоже покажу идем с норой нора скажи всем привет нора должна была вообще с папой поехать но мы решили поеду я сейчас спит амиран папа остался с амираном вообще сима больше всего любит только рамаза ко мне так что-то не фокусируется камера на симке фокусируется на клетке ну ладно легла успокоилась здесь все так чистенько стерильно можно посидеть но мы не сидим нора такая в речо у нас переноска к вам же и замотанной изолентой какая жизнь такая переноска было бы это последнее вообще горе скажите а чем вода для котов отличается от обычной она подкисанная обработана его нами серебра для профилактики и как вспомогательное при лечении мочекаменной болезни урологического симптома кошек а все понятно ну это точно аллергия да ты для мужа снимаю так и на улицу не выпускать теперь вообще да наше лечение 1722 гривны и наше лекарство которые нам выпускают брызгать это отблок блоги у него по-прежнему есть хотя кто помнит кто смотрит мои ролики регулярно три недели назад я ей делала отблок в общем капала вот так вот ну все едем домой еще ждем машину все мы уже едем обратно с наркотикой так мы с лорой уже вернулись домой и подбой воздушной тревоги я записываю видео потому что катастрофически не хватает на все времени так симу нельзя выпускать из дома что же сказал доктор что с симой это не клещ чего я боялась не лишай слава богу это аллергия экзема отчего это началось неизвестно у него опухший подбородок и губа что свидетельствует о наличии аллергии не знаю на что аллергия корм кстати у нее не прошли блохи кто помнит я капала капельками от блох уже около месяца назад блохи не прошли блохи все равно присутствуют такие огромные кабаны блохи бегают по симке врач сегодня обнаружил значит вы писали много лекарств и нельзя выходить выпускать на улицу а мы сейчас ее запустили комнату через три дня и надо будет искупать со специальным шампунем каждый день нужно давать антигистаминные препараты таблетки одни и какие-то еще другие 14 дней одни 10 дней другие брызгать четыре раза в день специальным спреем в общем чем сейчас мы и займемся моня с джокером будут сейчас жить в одном помещении в доме сима будет другом и на улицу 7 выходить нельзя пока у меня полностью не пройдет аллергия как вы видели доктор ее побрил что я заметила мы были в клинике нормальной клинике города харькова она на располагается в новостроях кто знает харьковчане это прямо напротив рынка старых вещей где я работаю прямо напротив через дорогу есть зеленый комплекс новостроев вот в этих новостроях и находится это клиника клиника не помню как называется в общем куда захотите найдете так вот там есть узи там есть рентген там можно сдать анализы поэтому кому надо не во всех клиниках можно сдать анализы не во всех клиниках есть узи рентгены и так далее очередь стояла из людей колоссальная мы были по записи на 4 30 но на 16 30 но так случилось из-за того что очень большая очередь одной собаки делали операцию другой собаки делали операцию в общем такая получать немножечко не состыковка мы попали где-то уже на часов пять ничего страшного это все прекрасно понимаю я не такой человек который прямо будет открывать и метать и портить всем нервы нет я нормально к этому отношусь и всегда готова подождать тем более там хорошие работают специалисты хорошие врачи добрые видна любящие животных очень много было людей с собачками вот этими маленькими йог ширами двум собакам две собаки после операционные вот только на моих глазах я это все видела были с огромными собаками люди со средними собаками но за время пока мы ждали за полчаса наверное где-то я видела 6 или 7 разных собак была беременяшка м забыла как называется эта порода а в общем прикольная такая порода была беременяшка и делали узи были котиков не было ни одного я не видела кроме кроме симочки пока мы стояли ждали единственное что был телефонный звонок администратору и так знаете когда бывает что ты невольно становишься подслушивая чужой разговор потому что когда сильно громко в трубке ты слышишь человека на том конце на том проводе из-за того что очень тихо было в зале в приемном мы услышали как человек сказал здравствуйте мне нужна на завтра эвтаназия кота тысячу гривен это стоило кстати лечение очень дорогое вам скажу что лечение животных стоит так как лечение людей ну и узи и прием и это все равно что вот сходить сейчас к доктору с животными все равно что сходить к частному доктору человеку и вот человек еще начал спрашивать а можно ли будет а как вы а как вы отдадите потом в коробке я повезу потом на кремирование в общем это все ужасно когда ты это слышишь но у нас слава богу случай излечимый так все друзья спасибо за просмотр не забывайте поставить лайк хоть иногда это бывает и очень сложно я понимаю такая информация разная ту которую я говорю но это жизнь и подписывайтесь на канал кто еще не подписался жду вашей подписки всем подписавшимся огромнейшее спасибо и знаете сейчас 8 вечера знаете что мы будем делать нора поздоровайся со всеми нора поздоровайся знаете что мы будем делать вы никогда не догадаетесь а мы будем есть пиццу нора откуда с буфета с буфета больше там такой раншлаг мне кажется до войны столько людей не ходила в буфет за пиццей как ходят сейчас это какое-то такое любимое место харьковчанами еще наверное кто не с харькова вообще не поймешь что такое буфет там не совсем традиционная пицца не совсем такая как она должна быть у нее более толстое тесто это конечно же смерть для фигуры подобного рода пицца но тем не менее ее все обожаю тем более стих с того момента как так и не открылся макдональдс но я не страдаю по нему но люди очень страдают нора ты страдаешь не от макдональдса но я нет а и у меня вообще все равно не лишь бы войны не было сейчас вам покажу как у нас здесь люди плавают на лодочке вот так вот здорово да ну нор доставай свою еду ой 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 она зацепилась открылась это фирменная ты хочешь с ананасами ну давай открой покажи пиццу зрителям но она не такая вот всегда мы раньше до войны говорили что видите она такая толстая толстая нормально порезали ой раньше что я сказала иначе вот так вот это выглядит много сыра курицы на толстом тесте ну есть можно конечно же особенно если ты с голодухи то он вообще вкусненько ну а так конечно же как по мне пицца допустим с мафии лучше но нора так не считает она говорит идем в буфет за пиццей быстрее в буфет за пиццей и и и и и и